Всех снова приветствую. Ну что ж, отправляемся в Фагелёвку. Доложим законнику о том, что мы там все дела разрулили-порулили. Посмотрим, что он на это скажет. Так, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, едем. Надо будет бензина ещё достать, конечно. Они окружили мою машину. Вы что, смеётесь, что ли? Так, ну-ка, вот 22 километра мы проехали, а в этом, господи, в соотношении к бензину это сколько? 9,2. Ну нормально, но он уже нам тактично намекает, что бензик у нас подходит к концу. Ага, ага, ага. Так, насчёт Мэтта. Последний раз, когда он виделся с Чигуровым, тот сказал ему, что планирует переждать под носом у своего преследователя. Прямо у меня под носом, но я обыскал каждый угол вокруг фригелёвки, хотя подожди. Вгляд вашего собеседника заметно оживляется. Он начинает расхаживать из стороны в сторону, потирая затылок. Покупка динамита, признание, что будет находиться под носом у преследователей. Это странная фраза про могилу. Точно же, чёртов могильник, бомбоубежище, которое начали строить для нуж местных колхозов незадолго до начала последней войны, но в итоге зацементировали из-за опасной близости к подземному водоёму. Видимо, он планирует пробиться туда, взорвать забетонированный вход и пересидеть объявленную на него охоту под землёй прямо у меня под носом, в месте, о котором никто, кроме стариков, здесь больше не помнит. Держи деньги, приятель, ты их заслужил. И заслужишь ещё больше, если пойдёшь со мной, чтобы положить конец этому подлому воришке. Ну что ж, пошли. Мне просто интересно, можно ли будет его переубедить отказаться от этого. Ага, то есть сразу же бой начинается. Ммм, интересно, интересно. Локация разборки. Надо посмотреть просто, какие варианты тут, на самом деле, квесты этого. Посмотрим ещё. Судя по всему, весьма однобокий квест. Тут можно, короче, либо просто заигнорить это событие, либо убить его, к сожалению. Но очень жаль, что столь узкий... Вариант развития событий. Ого. Ваш союзник по непростому сражению тяжело дышит, но на его лице заметна улыбка. Уф, мы это сделали. Ещё один воришка отправлен в верхнюю тундру. Да-дам. Слышал я, на что он планировал потратиться? Но я тебе так скажу. Добро, достигнутое незаконными способами, это никакое не добро. Скорее насмешка над самим понятием. Но не будем лезть в философию. Держи добавку к оплате и прощай. Понятно. По нему ещё очередь вдарить умудрились. Так, а мы кушать-то не хотим? М-м. Ещё с одним квестом разобрались. Это что такое? А, мясо. Выглядит как набор ошмёток, конечно. Так, тут мой ёбамобиль оставлен. Интересно, есть ли его бросить где-то в пустошах? Ну, допустим, бензин закончится. Спиздит ли у меня его? Это очень-очень интересный вопрос. Может, у кого-нибудь бензик тут продаётся? А то 9-то это маловато будет. Раз можно аж 50 туда захерачить. 10 бензинов из 10-ти у него. Ясно, ясно. Дружище с тобой, всё. Так, на повестке дня у нас краснознамённый. Так. Ага. Хорошо, хорошо. 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 Обидно, что уровень не взяли за всё это дело. Я уж надеялся, если мы зачистим эту, как его, базу железнячников. Ну, как их там. Вот. Плюс разберёмся с Чигуровым. Нам хватит опыта для получения уровня. Но нет, это так не работает. Слушай, чувак, у тебя, в случае, ключика нету от этого дома? 10 ключей из 10, понятно. Идём в грибницу теперь. Посмотрим, что они нам скажут. Сколько там до уровня ещё? Ух, так совсем, совсем немного. Это его можно даже крафтом добить. Ну, сейчас мы, видимо, сдадим уровень получше. Кстати, насчёт бункеров. Ну, я нашёл экспедицию, которая отправилась в ущелье Бет. О, отлично, замечательно. Чё так мало? 129 очков всего. Как тебе это удалось с ними? Всё в порядке? А, так для чего они были посланы туда и зачем? Подожди, подожди, сейчас мне важно узнать, всё ли с ними в порядке. Да, с ними всё в порядке. Видимо, ещё не дошли сюда. Серьёзно, это очень хорошие новости. Они достали то, зачем туда их посылали? Да, но что это такое? Это было какое-то растение или мутант? С этого момента мой рот на замке. В нашем обществе очень высокий уровень секретности по этому вопросу. Всё, что я могу сказать, это что, довезут ли они до нас находку из бункера или нет, может повлиять на всю нашу планету. Да, скоро привезут, короче. Это просто чудесно, это просто замечательно. Ты даже не представляешь, насколько это хорошо. Но не волнуйся, скоро для тебя всё встанет на свои места. Даю тебе слово. Блин, всё чудесатее и чудесатее. Ого, ничего на мне тут патронов навалило. Да, конечно, вот держи. 3000 рублей и немного патронов. Пожалуйста, не торгуйся, у нас нет на это времени. Просто возьми и удачи тебе. Ладно, пойду тогда вызнавать про следующий бункер. Так, хорошо, хорошо. Так, степень доступа в фосфор. Доступ к первой двери, ведущей к бункеру в грибнице. Угу, угу, угу. 62, 91. Угу. То есть, короче, код от двух дверей нужно знать, да? Ну, тогда мы её открывать не будем. Пока что. Пусть стоит себе. Ну, и вот теперь можно... А, надо ещё этот квест сдать. Да-да-да. Его нужно в торговой палате сдавать. В бункере торговой палаты. Ага. Идём туда. Идём, идём, идём. Может, ещё и город мёртвых, чтобы перед ними колено преклонил. Насмотрятся игры престолов. Как давай, ты, ты колено преклони. Упреклонялись все. Так, понятно, этот там засел, как не в себя. Так, насчёт твоего задания. Всё сделано. Караван-сарай признаёт краснознамённый, как слово дежуре начальника. Иван Иванович хлопает вас по плечу. Отлично сработано, коллега. Просто замечательно. Значит, Махмудов понял, что для него лучше. Это очень мудро с его стороны. Очень скоро он осознает всю правоту своего решения. Как говорят в обществе Грибница, наша сила в единении. Хорошо ведь сказано, точно. Чиновник ещё раз напоследок ухмыляется и подмигивает вам. Хорошую работу требуется хорошо оплатить. Как насчёт двух тысяч рублей какого-нибудь и какой-нибудь снедия? Это ведь всегда требуется человеку, который много времени проводит в дороге. Сам не знаю, поездил с командировками по пусто... Ага, сам знаю, поездил с командировками по пустошам. Ну, ты накинь ещё сверху. Ладно, убедил. Держи тебе ещё сверху. Иван Иванович передаёт вам деньги, а также разнообразные продукты. Мгмм. Всё, что ли? А чё ты нам дал? Какие продукты? Сыра дал много. А, ещё всякую шляпу бесполезную. Я предпочитаю, чтобы со мной расплачивались патронами и деньгами. И того и того у меня уже слишком много, если честно. Чё, попробуем снова обворовать этого хрена то? Кхм. Сколько я уж пытаюсь... Сколько я уж пытаюсь... Попробуемся. Так. Попробуем до 170 её вкатить. Да ты бесишь меня, а. Ну, ты пёс, короче, какой-то вообще позорный, я тебе так скажу. Я сделаю 165. Остальное на чё-нибудь другое потрачу. Так вот. Хотя, надо уж будет выпить этот бутылёк и избавиться полностью от холодного оружия. Вообще не качать его. Так же, какой-нибудь рукопашный бой, там, вот это всё. Единственный вот вопрос. Умение, которое мы за так получали, ну, то есть, там, типа, 15 очков за то, что с кем-нибудь там поговорили, типа, в огнестрел, там, они мне вернутся или как? Или они останутся уже заложенными сюда? Вот этот вопрос меня волнует. Очень сильно волнует. Так, ну чё, снова у нас за бешеные бабки повезёт, да? Ну, ладно, одну штуку отдадим, так уж и быть. Много не мало, но отдадим. Так, стрелы, так, 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 так. Идём сюда. Вау, успешная кража, девять очков опыта. Ладно, вези меня, извозчик. Пять тысяч. Пять, сука, тысяч. Хоть съем твои рыбы немного, а то я не пробовал ещё такого. Опа, говорит, за воровство могут накостылять. Ах ты, пёс. Вот у тебя настолько высокий показатель. А, нет, тут всё-таки вариативный он. Так же, как со взломом. Жаль, что не со всеми умениями так. Ничего толкового у тебя нету. Так, межган. У тебя чего? А, ну у него вот это всё можно и так. Шпиздить. Ах ты, пёс. Ну, понятно, это, конечно, весело всё, но увлекаться не стоит. Так-с, ладно. Оставляем этих ребят как есть. Пусть там развлекаются. Пойдём для начала к этой путани. Скажем, что, в общем, господин муравей в неё безумно врублён, да? Влюблён. Так-с. Или она где водится? Не на базе сталкеров, а на базе вахтовиков она водится. Точно. Вот, так, значит, да, на базу вахтовиков идём. Я не хочу по метро ходить, потому что... Там постоянно мне кто-то нападает, там шанс уклонения низкий, там, в общем, не круто, это нихрена. Тут мы можем вообще пройти мимо, пусть они там сами не будут с этой хуйнёй. Уф, повезло. Борзых мышей мы тоже обходим. Нечего с ними связываться. Опять мыши. Пошли вон. Ммм, опять не хватает. Ну ладно. Так-так-так, облако атакует. Нужно быть осторожным. Надо было, блин, все фрукты и овощи с собой забрать, а то... Нам даже пожрать-то нечего по-хорошему. Пряник. Ладно, так, дойдём. Если чё, там чё-нибудь куплю. Ничего у тебя нету. Ладно, стой. Развлекайся там сам. Ничем тебе помочь, тружище-пиржище, не могу. Это чё это такое? Это не ты? Это не ты? Странно, я думал, что это ты. А, или может ты, Агата? Так, давайте прочитаем здание. Я чё-то, походу, не втупляю. А-а-а. Ничего себе. Я чё-то вообще забыл про это, то, что там и одного глаза нету, и туда-сюда. Чё-то вообще всё у меня это из головы вылетело. Интересно, а где мы такую найдём? Я такой точно не встречал. Вот дела. И где ты такая красивая водишься? Это чё за фигня? Ну-ка. Так, мистер интернет, ну-ка срочно подсказывай мне. Такой я в упор не помню. Так, сейчас мы погуглим, пока наш персонаж там летящей походкой вышел с базы вахтовиков. Так, а там РПГ? Лариса. Ларочка, Лариса. Так, ну вот на Steam Community чё-то пишут. Сейчас посмотрим, так. Блин, вернулся из мёртвого города, всё там сделал. В КБ встретил Гаврилова, сказал про хитинт. Это тем, где искать что-то я никакой Ларисы не встречал, пишет парень. Ну-ка. Пройти мимо. Чё-то не вижу, никто ему не ответил. Ну-ка. Никто ему не ответил. Бородачу. Где искать эту заразу? Кхм-кхм. Я тут реально очень мало девушек вообще помню. Каких-либо встречал. Можно было украсть эту еду. Ну ладно. Поэтому я могу украсть у него деньги. Ах ты пёс поганый. Ты в курсе, сколько у меня показатель воровства вообще? Вот всё, и сиди на жопе ровно. Ничего, у тебя денег сколько? Богато, богато живёшь. Киллдозер, блин. Ну и где мне её искать? Капсульный револьвер. А мы, походу, его видели такой уже. Магазинная винтовка. Ммм. Ну вот дела. Ну вот дела. И чё делать? Где эту чудо-женщину искать? Так. Сейчас на Вики ещё покопаюсь. Опа, вон какая-то женщина. Неизвестная нам. О, это она. Хе-хе. Было несложно. Вы ещё издалека заметили рыжеволосую женщину, которая погрузилась в какие-то свои раздумья рядом со входом в сталкерскую пивнуху. Женщина также замечает вас, и доброжелательная улыбка разворачивается к вам полностью. Поразительно, но помимо повязки на глазу, у неё также не хватает одной руки. Её заменяет на чищенный крюк. Привет. И тебе не чихать. Нескромный вопрос. А тебя не Лариса зовут? Да, меня Лариса. А что такое? Мы уже встречались до этого. Конечно, ты разве не помнишь, давно это было. Да нет, общий знакомый. Привет тебе передаёт. Общий знакомый это кто? Ой, только не говорит, что Васька прыщехвоста опять что-то затеял. А хотя стоп, Ваську ещё год назад в ущелье бед зарезали. Хм, тогда я не знаю, о ком ты. Объяснись. Про прыщехвоста ничего не знаю. Тебе передаёт привет Гаврилов. Такой странный, странного вида мужичок. Лариса неожиданно улыбается. Её мгновение назад нахмуренные брови расправляются. Гаврилов. Подожди, это случайно не тот рукастый эксцентрик, который ходит в броне из муравьиного хитина? Да, я его помню. Он же очаровательнейший человек. Всё о себе в третьем лице говорил, как царь или король какой-то. А что с ним? Как он поживает? Упал смертью храбрых. Он поселился в посёлке под названием Красный Боец. Красный Боец что услышал о таком поселении? Оно же недавно появилось, верно? Чем там Гаврилов занимается? Надеюсь, что у него всё хорошо. Да нормально он, вот тебя хотел увидеть. Женщина кивает и легко улыбается. Знаешь, а чё бы и нет, решено. Со следующим караваном или пароходом из мёртвого города я отправлюсь обратно в центральные пустоши. О, серьёзно? Вот так вот просто? Да, Лариса беззаботно смеётся и пожимает плечами. Да, вот так всё просто. Дух приключений перестал манить меня. Теперь мне хочется немного спокойной жизни. Ладно, пора собираться. Спасибо за новость и до скорого. О, вот это другое дело. Отлично. Вернуться в Красный Боец и сказать Гаврилову, что всё, у него теперь трахин-трахин случится. Так, феноменально, но факт. Лариса не только нашлась, но и согласилась присоединиться к Гаврилову... Гаврилову... Гаврилову. В Красном Боеце. Мне нужно будет какой... Какой-нибудь раз... Да, нужно будет их навестить, короче. Так. Расследование встало в тупик. Возможно, нужно поискать ещё какие-то зацепки, улики. Но пока я это делаю... Всё ещё тут стоит. Ну, в общем, основа такая, что в один прекрасный момент господин мистер-детектив должен сам к нам подойти. Вот. И сказать, что типа так... Молодцы, огурцы. Короче, я тут это всё узнал. Двигаем дальше. Но пока он этого как бы не делает, то, соответственно, мы стоим мёртвым грузом и самостоятельно идём искать бункер. Ну, мы уже знаем, конечно, что он в институте. Вот. Но я-то просто надеялся, что это всё как-то более осмысленно со стороны сюжета случится. Что мы туда пойдём именно по какой-то наводке. Плюс я знаю, что вот нам в один прекрасный момент понадобится вот эта вот чудо-коробочка, которую мы, помните, подобрали в старой больнице. Не знаю для чего, но она нам понадобится. Она у нас уже просто есть с собой и... Сука. Вот. Поэтому как бы... Поэтому мы часть заданий-то уж по умолчанию как бы проигнорировали. Охуеть! Вот это мы даём жару, конечно. Охуеть, они заряжают вообще. Вот это очереди они выдают. Тут ничего не скажешь, конечно. Малорики, малорики. Так, ну, у меня-то была важная миссия. Добраться до института. И никакие блядские облака меня не остановят. Давай, давай, давай. Уходи, уходи. Кищ-кищ от седа. Да хорош уже. Да. Всё, мы молодцы. Пратим время, блин, на этих гадов ещё. У нас работы не по чатой край вообще, между делом-то говоря. Ещё отвлекаемся на всякое бесполезное. Ура, нам не придётся с ними драться. И снова нам жутко повезло. Как, блин, оно не вовремя сюда добралось. Такс. Опа, мыши. Только жарить их не на чем тут будет. И даже соли у меня с собой, блин, нету. А, они все сюда, попытаются добраться. Ну, удачи им, чё я ещё скажу. Сейчас по ним как дадут залпы. 60. Такие вот дела. Накидали им по полной. Ого, нам более чем хватит. Ах, жалко костеров всё-таки в игре. Нельзя самостоятельно развести, где попала. Вон ещё одна зараза бегает. Сейчас мы выйдем с карты, покушаем. Ну, как раз эта зараза ушла отсюда. Так, отдай мне. О, а у меня чё, откуда всё? А, это, блин. Мне чё-то совсем забыл, что у нас всё это есть. Блин, знал бы заранее. Ну как, я знал, я забыл. Благополучно забыл. Не знаю почему. Да, пока меня тут не отравило ничем лишним. Всё, лучше скорее вернуться сюда. Так, там ещё остались мыши недобитые. Вон тут где-то одна. Вон она. Нет, а вот она. Да-да-да. А, тут одна вон даже незаметно от меня где-то заныкалась. О, вон, вон, вон ещё одна побежала. Зараза такая. Чё, кто быстрее до середины, а ты зараза. Ну и получай. Да, безудержное веселье по отстрелу крыс. Хм, так, а подождите, а чё я тут... Тут никак не пролезь, что ли? Я на кой сюда пёр всё тогда. О, может, через сюда, да? В натуре, может, через сюда получится. Через сюда вот нет. А, так вон, тут дырка есть. Вы осторожно заглядывайте в вентиляционную шахту. Но давящая атмосфера мёртвого города совсем не располагает к излишнему любопытству. Однако, тёмный провал явно куда-то ведёт. И если у вас есть верёвка, то грех хотя бы не подумать о возможности спуститься вниз. В городе, конечно, жить можно, только с большой натяжкой. Так хоть внизу, может быть, поспокойнее. Ох, и страшная драя. Я, конечно, научный атеист, но меня бы совсем не удивило, если внизу бы скрывались пылающие инфернальные жаром врата в ад. Чё ты нервничаешь? Давай-ка проверим их. Что там на дне? Так, прислушаться. Снизу не доносится ни звука, вообще будто бы там царит вакуум. Принюхаться. Вы чувствуете только царящий повсюду в мертвом городе запах засовшего мусора и сладковатого тления. Сладковатое тление. Камешек. Вы не слышите, чтобы камешек достиг дна. Потрясающе. Так. Где моя приключенческая верёвка? Вы привязываете свою верёвку к одной из бетонных колонн, которые поддерживают крышку... О, господи. Которые поддерживают крышу над тёмным провалом. Вы вздыхаете и, поплевав на ладони, начинаете опасный спуск в темноту. Ну, пансон. Ну, это интересно, куда. А это, наверное, там, где мы... Это... Разгребли завал. Сейчас проверим. Я, наверное, вооружусь ножом. Пам-пам-пам-пам-пам. Нападайте на меня. Сейчас, правда, вас всех тут покосят. Чуть-чуть не хватило, чтобы её... Убить. Фотография пары. С Галиной Карпат. Надо запомнить, этот код будет, наверное. Станислав Петрович, пожалуйста, не делайте больше таких опытов без моего согласия. Виля не затыкался все выходные. Знаю, это непрофессионально, но в какой-то момент я был в шаге от того, чтобы выдрать его главный кабель из системы питания. Отзывы об общении с этим механическим занудой писать лучше не буду. Это покажет ваш проект не в лучшем свете. Может, это мой возраст заставляет меня бурчать, но я предпочитаю мир, где у машин нет ни ртов, ни каких-либо мыслей о том, чтобы спрашивать, как прошли мои выходные. Забавно. Чё, проверим? Тот ли это завал всё-таки или нет? Три кирпича. Класс. Выйдем ли мы в метро таким макаром? Да, да, мы попадаем в метро. Ой, только мы, короче, как-то глючно туда попали, но да, мы, типа, должны были вот здесь выйти. Можно попробовать ещё раз. Странно, что так некорректно респаун сработал. Ну, огонь, понятно, ладно. Всё ясно и понятно. Ух ты. Ну, это мы пролезли оттуда, ну, просто интересно. А, это вылезти. Перед вами вход в вентиляционную шахту, через которую вы запазли в бункер. Выбираться из бункера, вероятнее всего, придётся тем же способом. Вы хотите выбраться на поверхность? Нет, не хочу. Я ещё хочу тут походить, побродить. Опа. А вот с этой штукой можно как-то взаимодействовать интерактивно. Вы проводите рукой по двери, ища хоть какой-нибудь способ её открыть. В этот самый миг из невидимой колонны раздаётся мужской голос. Голос имеет странную интонацию, будто говорящий не человек, а всего лишь голосовой генератор. Пусть и довольно качественный. Бип-бип. Боюсь, что не могу вам этого позволить, товарищ. Вы с удивлением отшатываетесь от двери и начинаете оглядываться по сторонам. Бип-бип, говоришь? Похоже, я имею дело с роботом. Вы замечаете, что компактная камера слежения со зловещим красным объективом, закреплённая в странном устройстве около двери, с едва слышным жужжанием, фокусируется на вашем лице. Бип-боп, товарищ Явиля. Владимир Ильич Ленин. Ядерный позитронно-эмиссионный ЭВМ с расширенной машинной логикой. Примечание. Издавание механических звуков бип-бип-буп было внесено в программирование Виля и его создателям для создания юмористического эффекта и для придания речи Виля видимых отличий в сравнении с человеческой речью бип. Виля не имеет необходимости произносить данные звуки бип-боп. Ну, хорошо. И что мне нужно, чтобы попасть внутрь? Доступ в рабочее отделение. Укреплённая научная инсталляция имеет весь занесённый во внутренний каталог занятых бип-буп на объекте лица, военных, медицинских и научный персонал, а также представители команды уборщиков бип-бип и работников кухни. Значит, мне нужно назваться, чтобы ты меня пропустил. Именно так, буп-буп. Пожалуйста, назовите своё полное имя, отчество и фамилию и должность, чтобы получить доступ к проверке по протоколу УУ-1 и затем доступ к внутренним помещениям данного бункера. Что за проверка по протоколу УУ-1? Бип-бип. Виля ссылается на строки 192-198 протокола. В процессе регулирования доступа к различным помещениям бункера Виля Владимир Ильич Ленин, ядерный позитронный эмиссионный ЭВМ с расширенной машинной логикой должен применять свой наиболее развитый модуль ГЛАС, систему распознавания лиц и объектов путём спектрального анализа. В случае выхода модуля ГЛАС из строя Виля должен использовать модуль УХА, систему распознавания индивидов по тембру голоса через аудиоанализ. Бип-бип. В случае выхода модуля УХА из строя Виля должен регулировать доступ персонала к различным помещениям бункера через протокол УУ-1. Протокол УУ-1 заключается в использовании логики Виля. Система разрешает задавать требующий доступ у сотрудников разнообразные вопросы, в том числе и лично, исходя из ответов самостоятельно решать, давать сотруднику доступ или нет. Протокол УУ-1 рекомендуется использовать только в крайнем случае, поскольку доверие системы на данном этапе разработки довольно легко обмануть. Бип-бип. В данный момент модуль ГЛАС и УХА приведены в негодность в результате потери питания и аварийной перегрузки. Именно поэтому Виля задаёт вам все эти вопросы, товарищ. Может я просто поищу свою, в кавычках, карту доступа и вернусь с ней? Говорящий красный глаз, говорящий ЭВМ неожиданно отпускается вниз. То ли фантастическое устройство внезапно заинтересовало вашу обувь, то ли оно опустило глаза, словно бы стыдясь чего-то. Данный метод не будет пригоден для получения доступа товарищ Виля. Виля вынужден признать, что следующим модулям глаз, система распознавания лиц и объектов путём распознавания анализа УХА, система распознавания индивидов по тембру голоса через аудиоанализ в результате аварийной перегрузки были возвращены изначальные фабричные настройки. Они не способны распознавать с вложенными на них функциями. Виля не может проанализировать показанную ему карту доступа корректно. Виля даже не способен определить рост, тип фигуры, расу или пол, обращающегося с ним в данный момент товарища. Пожалуйста, назовите своё полное имя, отчество, фамилию и должность, чтобы получить доступ по проверке протокола УУ-1 и затем доступ к внутренним помещениям данного бункера. Так, окей, минутку. Так, тут у нас записка, а это что? Шишка? Какая шишка ещё? Шишка? Скотч! Какая шишка, блядь! Записка для Ивана. Вот серьёзно шишка. Вань, есть предложение, как разнообразить твоё долгое праздничное дежурство. Перед уходом я переключу Виля в экспериментальную фразу Говорун. Наша любимая машина будет уже не просто спрашивать пароли и просить тебя откнуть карточку доступа в объектив своей камеры. Она начнёт предпринимать попытки общения с тобой на основе прописанной лихачёвым логики. Это не только избавить тебя от пяти дней одиночества, в которые наша страна будет отмечать праздники, но и значительно поможет проекту. Ведь на основе твоих отзывов о качестве общения с Виля мы внесём в его позитронный мозг необходимое улучшение. Вообрази мир, где не нужно помнить цифры и коды. Носить с собой ключи и карты. Мир, где машины будут узнавать тебя в лицо и даже спрашивать, как прошли твои выходные. Обычная ловая шишка. Не больше, но и не меньше. Я её возьму с собой. Ты чё? Что у тебя тут? А у тебя тут патрончики. Патрончики. А тут? При первой же возможности прошу передать эту записку Лазареву. Знаю, что человек находится под арестом, но мне необходим комментарий. Так. Виля, добрый день. Товарищ, я Виля Владимир Ильич Ленин. Ядерный тттттттттт. Здравствуй, Виля, меня зовут Инженер Тургенев. Добрый день, Инженер Тургенев. Как я могу быть полезен? А вот это то, что нам нужно. Я закончил подключение расширенного вокабулярного модуля к твоей системе. Нужно узнать, как ты это воспринял. Поэтому единственная просьба, просто пообщайся со мной. Общение допускает также вопросы с моей стороны. Верно? Разумеется. Что бы ты хотел у меня спросить, Виля? Строка 6042. Отец. Степень родства. Мужчина по отношению к своим детям. Может ли данная система взаимосвязи понятия Инженер Тургенев и отец в своих дальнейших речевых конструкциях? Может ли данная система взаим... Ага. Ну, типа... Он имеет в виду... Типа, батя ли мне ты? Ммм... Профессор Тургенев говорит... Иппаджи... Виля, прошу прояснить предыдущее сообщение. Тургенев, прошу прощения, рука соскользнула. Конечно, ты можешь называть меня отцом, Виля, конечно. Окей. Я забрал эту записку? Нет, я ее возьму. На память. Он все по-новой говорит. Слышь, балда, походу этот долбаный Виля не понимает, что говорил с тобой же в прошлый раз. Простите, вы могли бы повторить фразу более громко? Виля не смог ее уловить. Точно, Мига, это призрак внутри машины. Похоже, он не умеет различать лица. Он думает, что ты кто-то новый. Виля сожалеет, но модуль глаз действительно недееспособен. Ух ты. Так, меня зовут профессор Тургенев. О, а где это? А тут не указано, как зовут Тургенева. Что за фигня? Егор. Ошибка, ошибка, тревога. Информация не найдена в базе данных. Комбинация имени и отчества найдена в базе данных. Назовите свою фамилию. Вот, Тургенев. Совпадение обнаружено. Уточните свою текущую должность. Я профессор. Но далеко не кислых щей. Научная степень названа вместо занимаемой в данной инсталляции профессии. Прошу уточнить профессию. Сколько себя помню, был тут инженером. Ваш семейный статус, доктор. Замужем за профессором Витинским. Жена-то, учитывая, как ты меня своим отцом называл, еще и детишек имею. Красный глаз разумного устройства становится значительно более тусклым, будто его покинула всякая жизнь. В следующий момент дверь с шипением открывается. Другое дело. Пряник. Стакан. Записка. Записка с кодом. То есть, это непростая записка. Витя перебил код твоего шкафа на 4 девятки. Впредь, чур, не забывать. Окей. Что-то как-то у вас пустынно, друзья. Товарищ генерал, по вашей просьбе информирую, как только узнал. Крупная родинка на вашей спине, о которой вы так беспокоились, полностью безопасно. Смело загорайте. Удачного отпуска. Полный результативный метасмотр получите по внутренней почте. Как содержательно. Рома, слушай. В следующий раз внимательнее. В связи с последними событиями доступ в генераторную лабораторию только с позволением генерала Иволгина. Неудобно, знаю, но безопасно. Это главное на данный момент. Поговаривают о высадках десанта в горах. Что если на наш город тоже высадятся? Окей. Окей. Первый раз вижу стакан в этой фигне. И металлолом, если честно, по-моему, тоже ни разу не встречался. А, он через стену уже проверил содержимое этого шкафа. Неплохо, неплохо. Сидит скелет такой. Судя по всему, он это, ну того. Так, сейчас мы туда посмотрим. Я тут сначала по обычным шкафам пройдусь. Ничего, смотрите, какая медаль здоровая, охереть. Дорогая Наталья Борисовна, я хотел играть для вас на рояле. А в результате я играю сам с собой в русскую рулетку. Наградная грамота. Уважаемый Виктор Андреевич, в сегодняшний праздничный день просим принять от коллектива ученых нашего дружного объекта этот револьвер системы Нагана вместе с нашими искренними поздравлениями. Древнее видавшее виды оружия, которое вы сейчас держите в своих руках, заметно не только историей своего рода, но и своей собственной биографией. Ведь из этого самого экземпляра избавлялся от врагов народа сам Влас Турбин, героический основатель вашего родного Трудограда. Редкий военный человек обладает таким высоким интеллектом и искренним интересом к науке, как вы. Долгого вам лета, Виктор Андреевич. Но это уже ржавый наган, который нам не интересен. Так, шум. У всех, наверное, уже такие рюкзаки. А это, кстати, что? АПС? АПС, говорите, это? Ага, ну это неплохой пистолет, но я его не буду брать. У меня получше есть, если уж на то пошло. А, рюкзаки я хотел проверить. У всех же уже такие. Да. Ну что тут бутылка? Нисколько опустошили. Так, зайдем посмотрим. Здрасте. О, игровой автомат, что ли? Ничего себе. Вот это поворот. Еще одна записка. Шляпой 40 рублей. Шляпу это неплохо. Шляпу я возьму. Ну серьезно, вот так вот оббегать? Цирк с конемия. Ух ты! Прикольно, я возьму на память. А нож такой еще мне не нужен. Но веревка, веревка на Фиделя. Веревка и мыло, кстати, интересная комбинация. О, робот. Ничего себе. Так, ну прежде чем мы к этому чудесному роботу пойдем, я тут еще, соответственно, везде положу. Опа, это что? А, это микросхема, это бесполезная. Которая весит еще и до хера, до кучи. Которая весит еще и до хера, до кучи. Кстати, я еще заметил, что мы перегружены немного. Вон, у нас 74. Это из-за чего так? Из-за того, что мы несколько... А-а-а, ну понятно. Хотя нет, непонятно. Шишка ничего не весит, маска тоже. М-м-м. Не знаю, не знаю, что тут нас так перевешивает. Может, кофе, конечно. Сколько оно весит? Два килограмма. Ну вот эта штука у нас еще, конечно, тянет вниз ощутимо. На два аж килограмма. Я, наверное, УЗК эту сниму пока. Опять, вы подходите к двери уже с нехорошим ощущением. Оказывается, что это вполне обоснованно. Боюсь, я не могу вам позволить этот товарищ. Глаз компактной камеры наблюдения, встроенный в основание тяжелой металлической двери, наливается жутким красным светом. И вы вновь слышите уже знакомый вам голос говорящего компьютера Вилли. Ихо де Пута. Это порождение дьявола продолжает преграждать наш путь. Буб-боб, товарищ. Я напоминаю вам строку 32 кодекса работника укрепленной научной инсталляции. Оставь суеверие всяк сюда входящий. Вилли, гребанная металлическая коробка. Прекрати прятаться за своими лампочками и выйди ко мне, сучи потрах. Ты быстро узнаешь, почему сложная техника начинает дрожать и искриться, услышав имя Александра. Измеритель вербальной агрессии зашкаливает. Степень агрессии 0.9. Бык. Броня, окружающая корпус центрального профессора Вилли, готова к атаке данного уровня. Вердикт? Ничего не предпринимать. Ох, ой, Виленька, внучок. Открой ты, дедушки, желанные створки. Пусти погреться. Ядерная зима на дворе. Мои датчики определили массивную аномалию в пространственно-временном континууме. Я предпочитаю термин пенсионер. Коррекция принята. Бип. Это же я, инженер Тургенев, твой создатель, дай пройти. Боюсь, я не могу вам это позволить, товарищ Тургенев, Бип. Как вам уже стало известно, доступ к нашей двери имеется только у одного человека из всего штата. Виля. Разница между разумной и неразумной машиной в умении делать компромиссы и понимать исключения. Проходит почти минута, прежде чем вы снова слышите голос разумного устройства. Похоже, компьютер пытался осмыслить ваши слова. Так, основное влияние Виля, основное отличие Виля от типичной ВМ, это наличие способности приходить к решению через абстрактные рассуждения и оценивать уровень адекватности данных ему указаний. Блинк-бонк. Почему вы считаете данную ситуацию поводом для обдумывания возможного компромисса? Бип. И единственный выживший член персонала. Стало быть, по умолчанию получаю право доступа. Опа, не хватило. Недостаточный повод для передачи полномочий и изменения системы доступа Виля. Требует, чтобы ответственная за данную дверь лицо предоставила ему и прошла проверку протокола УУ-1. Так, ладно, на чём мы остановились? Ой, не хочу я там перебирать снова эти данные. Значит, харизмы мне не хватает в очередной раз. Ну, я думаю, он будет рад понюхать меня, как я отлично пахну одеколоном. Так. Можно и над ним ещё поиздеваться. Боис, я не могу позволить тебе это, товарищ. Понятно. Опять? А что у нас ещё? А, можно дважды заюзать. Дважды же можно использовать эту штуку. Ну, плюс косяк можно задунуть. Ну, да, можно. Вот, всё, у меня 9 показателей. О, красный глаз, говорящий, ЭВМ, вновь фокусируется на вас. Виля спокойным голосом произносит. Расположенные на поверхности датчики Виля свидетельствуют о высоком уровне ядерного загрязнения. Кроме того, ряд косвенных факторов свидетельствует о том, что данный бункер был разгерметизирован. Из прошлого контакта Виля с персоналом прошёл неопределённо долгий период времени. Ситуация позволяет назначить временное ответственное лицо для эвакуации лаборатории. Виля назначает онным вас, отец. Дверь бесшумно отъезжает, открывая для вас проход в неизученные помещения бункера. Ура, 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 ура. Он почувствовал, что у нас очень хороший одеколон и не мог не пропустить нас. Зачем в туалете только патроны хранить, не совсем понимаю. Собственно, как и пустую бутылку со скотчем. Вы проходите несколько шагов по комнате и замираете. Полное восхищение и первобытного ужаса твёрдо, стоя на массивных гусеницах, перед вами навысится стальной спалин. Смесь металлического человека и танка. Непоколебимая и хорошо вооружённая. Легендарный прототип боевого робота, который, согласно информации доступной атому, так и не был принят на вооружение. Фокусирует на вас свои глаза камеры и произносит сквозь встроенные динамики. Тревога, тревога. Проникновение в комнату хранения центрального ядра Виля. Все злоумышленники должны быть уничтожены, уничтожены, уничтожены. Погоди, а как же три правила робототехники? Виля функционирует. Бип, опираясь на протокол и стремление выжить. Буп. Литературные произведения не влияют на поведение Виля. Инициирую профилактический залп. Дул опарных, крупнокалиберных пушек, встроенных боевого робота, теперь смотрит прямо на вас. Ничего у него здоровья-то сколько? Немало, немало. То есть его никак не уболтать? Интересно. Тут опять же вопрос, насколько сильно он атакует. Братишка, не стреляй. Виля не состоит с вами в родстве, товарищ. Инициирую профилактический залп. Ой, ничего, как у тебя мало здоровья. Ого! Он ездит еще. Все что ли? Да, Виля. Ну ты, конечно, да. Бесполезный оболтус. С виду это устройство похоже на металлический шкафчик для хранения вещей. Однако, исходящий из него гул указывает на то, что это один из модулей, формирующих искусственный интеллект разумного компьютера Виля. Когда вы подходите к шкафчику вплотную, в нем открывается небольшой паз, из которого выдвигается горячая оранжевая с светом цифровая клавиатура. На ней... Небольшим... Блять. На ней на небольшом черно-белом экране изображена неполная цепочка бинарного кода, которую вам, судя по всему, предлагается замкнуть, подобрав верное число. О, не знаю. Нет, я знаю бинарный код, но сейчас я не буду на него тратить пока время, я тут похожу, посмотрю. А, он мог пулеметом нас, короче, это... Побить. Так, ну давайте попробуем. Так, сейчас я вспомню, как это считается. 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Так. Так, первое число 6. Второе число... Два получается. Следующее число... Четыре. Потом число 3. Потом снова 4. 6, 2, 4, 3, 4. Так. Что мне... Не вырисовывается ничего из этого. Ну, возможно, я просто забыл, как считается система счисления, но, по-моему, она идет как 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, там и так далее. По-моему, так считается, но я вот постоянно забывал вот про начало счета, но, по-моему, с 0 она начинается. Что же тут за число-то может быть? Черт его знает. И, причем, ни технологиями, ничем тут перкнуть нельзя, чтобы как-то это все дело обойти. Сейчас попробуем тогда обратиться к великому и могучему, как говорится. Так, атом РПГ, Вилли, 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 Кот, о, кто-то уже спрошел. Ведите недостающую комбинацию 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Угул в ящике затихает, модуль был успешно отключен. Отчего его отключен? Ну, это может, типа, чтобы с ним не драться, можно было, типа, по стелсу прокраситься, не знаю. Так, здесь ничего, ну-ка, здесь чего у нас? Мозги в банке. Опа, смотрите-ка, там голубчики стоят эти. На этот раз авторы решили не закрашивать все это дело. С этим бункером мы, конечно, быстрее справились. Предыдущий был больше. Может, они тут поленились? Опа, вы останавливаетесь перед вмонтированным в бетонную колонну компьютером. Хорошо, что ваш уровень технологической подготовки позволяет вам хоть и не сразу, но разобраться, как работает установленный... Ой, ну, короче, понятно, опять совенок. Похоже, что информация... Похоже, на нем хранится информация о проектах, которыми занимался этот таинственный комплекс лабораторий. Учитывая состояние техники в разграбленном крыле бункера, через которое вы прошли сюда, полная информация о проектах навсегда утеряна. Впрочем, кое-что сохранилось. Вам осталось только покопаться в базе данных. После того, как вы набираете нужную команду, перед вами появляется меню выбора. Проект Виля. Проект Грибница. Проект Железный Дровосек. Виля. Так, цель проекта изучения технологии создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ, попытка воссоздать свойственные интеллектуальные системы и выполнить творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Результаты положительные. Виля реагирует и ведет себя согласно предсказаниям профессора Лазарева. Необходимо проверить, не является ли его поведение комплексной имитацией реального разума. Лазарев временно отстанен от работы в связи с вскрывшимися информацией о его психологическом расстройстве. Всю почту отправляет профессору Лазареву. Необходимо задерживать и проверять. Грибница. Попытка разработки биологического и искусственного интеллекта на основе случайно полученной в ходе проекта «Стахановец». Информация недоступна. Фунгальной биомассы. Пока неясные свойства фунгальной биомассы, невозможно проверить экспериментально. Степень влияния на каждого участника проекта субъективная. Примечание. Совместный проект четырех объектов БДП-4. Железный дровосек. Цель проекта. Создание автоматического устройства, предназначенного для осуществления различного рода механических операций. Возможное применение. Спасательные и сельскохозяйственные работы, строительство и боевые операции. Результаты. На данный момент готова более компактная и стабильная конструкция, которая превосходит предыдущие разработки. Также ведутся эксперименты по возможному объединению с искусственным интеллектом Вилля. Примечание. Одна из первых боевых моделей была отослана в объект БДП-4 под номером 317. Доложено, что в объекте 317 модель очень часто выходит из строя. В новой, более компактной модели такой недостаток пока замечен не был. Угу. Спинами к вам стоят люди в голубоватой униформе. Внезапно, будто по команде незнакомцы разворачиваются и вы невольно отшатываетесь. И глаза отсвечивают странным зеленоватым огоньком. И тем более заметным и стоящим в помещении полумрака. Стоп, 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 стоп. Я узнаю некоторых из этих ребят. Они же из атома. Ох, вот так встреча. Вот так рандеву с незнакомцами. Не цитируйте меня, конечно. Но сдается мне что-то тут не так. Так же одновременно, как они развернулись, люди начинают говорить. Причем настолько в унисон, что у вас складывается ощущение, будто они специально репетировали. Дверь открыта. Мы можем уйти. Спасибо тебе, человек. Ну вот, приехали. Они что, все под контролем и каким-то гипнозом? Зеленоглазые люди оставляют реплику Фиделя без комментариев. И кто вы, собственно, такие красавцы? Люди отвечают настолько одновременно, что вам кажется, будто они говорят одним голосом. Мы, ах, ну мы члены научной организации Грибница. Нам нужно отнести этот образец обратно в наше здание в Краснознаменном. Это важно для всего человечества. Какой образец? Весь отряд одновременно оборачивается в гигантской колбе и указывает на нее. Фунгальная биомасса. Нам очень важно в сохранности донести ее до Краснознаменного. От этого зависит судьба всего человечества. Судьба всего человечества? Да, нам неизвестны все детали, но мы точно знаем, что это необходимо. Необходимо на все 100%. Иного пути просто нет. Образец должен достигнуть Краснознаменного. И что, вы больше ничего не можете нам сказать по этому поводу? Это все, что нам стало известно. Мы не сомневаемся в верности такого решения. А как вы тут оказались, ребята? На мгновение странная единодушия спадает с отрадой, и они начинают переглядываться и перебивать друг друга. Этот идиотский компьютер запер нас здесь. Откуда мы знали, что тут такой искусственный интеллект установлен? Откуда мы знали, что такое вообще возможно или еще как работает? Он нас запер не давал выйти, пока не прибудет охрана. Хорошо, что образец помог нам не умереть с голоду. Ага. Члены организации грибницы тупо смотрят на вас, не предпринимая попыток хоть что-то сказать или что-то сделать. Вы какие-то странные. В чем ваша проблема? У нас нет никакой проблемы. Мы не странные. Это все заблуждение с твоей стороны. Не знаю, что тут происходит, но я вас убью от греха подальше. Ладно. А как вы сюда попали? Вопрос на миллион. Мы прошли через старое метро. Тут есть проходы, о существовании которых нам удалось узнать из секретных документов еще в грибнице. Ладно, валите отсюда. Спасибо, это был правильный поступок. Очень правильный. Пожалуйста, возьмите вот это. Один из людей, как по команде, выходит из строя и странным марионеточным движением достает из-за пазухи записку. Почему-то нам кажется, что правильнее будет отдать тебе это. Ты помог нам, ты заслуживаешь получить доступ к таинству. Члены грибницы начинают ловко грузить в стальной контейнер покоящегося в большой колбе существо. Вы наблюдаете за их действиями, как во сне. Все так же молча. Люди завершают погрузку и бодрые трусцой покидают небольшой зал. Они выглядят умиротворенными, будто приняли очень щедрую порцию валерьянки с трамалом. Брой, я не мог и шага сделать. Что это, черт возьми, было такое? Как и раньше в мире все было просто. Никаких тебе мутантов, никаких массовых гипнозов и пепси коллс кроссовками. Впрочем, этих двух сейчас тоже нет. Хрен знает, ребята. А меня вообще не затронуло. Я не знаю, что тут происходит, но намерен докопаться до истины. Ну да, ну да. Кстати, ты уверен, что отпускать их с этим Хонга Диабло, дьявольским грибом, было самым разумным решением? Фидель, спокуха. Так, хотя нет. А что в таких ситуациях можно считать разумным решением? Фидель тяжело вздыхает и качает головой. Вот и я не знаю. Ладно, хватит лясы точить, амиго. Пора уже выбираться наружу. Терпеть не могу мертвый город. Но стоит признать, что даже он лучше этой норы. Монда, вот это, конечно, приключенец. Драпаем отсюда. Нечего здесь больше делать. Александр решил нас оставить. И гексоген, видимо, тоже. Так, ну у нас при этом здесь все еще остались дела. Нам нужно завершить расследование. Так. Это нам на базу сталкеров надо идти. Еще лучше в этой чудесной штуке. Неинтересно. Спасибо. Класс. Класс. Продолжение следует... 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 Всем пока!